Всем подписчикам Хай, а остальным соболезнованным. И сегодня на РастМи я покажу вам все локации. Это видосы разделены на две части. В первой части я покажу 7 локаций, во второй тоже 7 локаций. Всего на РастМи 14 локаций. И сегодня со мной мафиозник, человек, который будет показывать эти все локации и рассказывать, что и как на них. Поздоровайся. Всем Хай, всем Хай. И давайте же полетим к первой локации. Это большой порт. Здесь есть 7 кранов. Точнее, 5. В которых находятся обычные ящики и также военные ящики. Также есть вот такая вот будочка небольшая. В ней тоже находится военка. Она находится вот здесь. Сейчас ее здесь нету, потому что ее золотали. Также на Бигфорту есть переработчик. Ей можно переработать с компонентами. Вот он вот здесь вот так вот находится. Также здесь вот небольшие бочки есть. Есть большое НПЗ. Здесь можно переработать. А больше здесь ничего интересного нет. Это у нас заправка. Вторая заправка, которая находится на координатах минус 1900 на 925. В этой заправке есть одна обычка и есть переработчик. Больше она ничем не отличается. Вон там переработчик. В принципе, здесь ничего обычного нет. Обычная заправочка. А это у нас бандитка. Здесь она ничем не отличается, кроме как построек, от сейв-зоны. Здесь можно покупать коптер. Здесь можно покупать вот этот вот торговца. За мини-коптер 300 металлом, а за корову 500. Также здесь есть небольшие мусорки, где можно налутать чуть-чуть скрапом. Координаты минус 2100 на минус 400. Здесь также находится первый верстачок, где вы в начале вайпа, особенно глобал вайпе, можете что-то изучить, что-то скрафтить. Это очень помогает. Также здесь есть торговец оружием. В том плюс бандитки, так то, что здесь можно купить оружие. Здесь есть как и самое плохое оружие, так и самое хорошее. Самое плохое это М-92, а самое лучшее это винтовка Л-96. Здесь есть еще боты. Эти боты вас не будут трогать в том случае, если у вас не будет оружия, или вы не будете в черном списке. Если у вас будет черный список, они начнут по вам шмалять. Здесь также есть переработчик и казино. В чем отличие от сейф-зоны, от бандитки, так то, что здесь есть казино. В этом казино вы как можете и проиграть, так и выиграть скраб. Сейчас мы вам покажем, где находятся казино и переработчик. Вот это вот казино, в него заходишь и можешь ставить на любую фишку. Если ты выиграешь, тебе уходят больше скраба. Здесь вот есть переработчик также, в котором ты можешь переработать свои ресурсы. Здесь больше, ну, все, наверное, больше здесь ничего интересного нету. Вот это называется тарелки. В том, плюс этих тарелок, так то, что здесь очень много обычных ящиков. В начале вапа вы можете здесь выбить и сачальку, и револьвер, и бобовку. Первый ящик находится у нас вот здесь. Следующий ящик у нас находится под вот этой вот тарелкой. Также тут еще есть ящики с аптечками. Вот этот вот ящик, медицинский ящик. А вот это вот уже обычный. Как видите, он нам падает достаточно хороший лут. Еще один находится вот здесь. Здесь можно подниматься вот под вот таким вот лестницей и там тоже. Следующее. Здесь на вот этой тарелке есть переработчик. А также возле этого переработчика медицинский ящик. Также под вонтовой тарелкой упавшей тоже находится обычный ящик. А также есть подстанция, в которой находится один обычный ящик. Сейчас мы летим на космо. Вот это вот, это наш тиммейт. Здесь находятся два бота. Вот один из этих ботов. Мы их только что снесли. Здесь находится одна элитка. В этой элитке вам может упасть как и калаш, так и МВК-сет, также и взрывчатка. Вот в таких вот небольших зданиях слева может находиться от пяти до шести небольших ящиков. Здесь находится снизу мало МПЗ. Вон там вон ящики, ой, бочки. Также здесь есть военные ящики. Здесь, короче... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-военка есть. Выплыл достаточно хороший лут. Также есть еще одна. Вот она. Рекомендую, конечно, лутать это все на коптере. Вот-вот-вот. Также здесь находится переработчик. Вот здесь вот находится. Вон снизу. Вон-вон-вот, слева-слева-слева. Но туда мы не будем присаживаться так вот подробно. Эта локация называется склад. Здесь находится несколько не вот таких вот топливных бочек и обычных бочек, из которых падает скраб и какие-то компоненты на бальдфейн. Здесь также находится обычный ящик. Ну, сейчас у него, конечно, такое себе выпало. И также вот есть вот такие вот тут небольшие ящички. Больше здесь ничего такого нету, но вначале вайпа подлутать, это очень хорошо. Эта локация у нас называется Safe Zone. Здесь у нас находятся два переработчика, в которых вы также можете переработать ресурсы. Потом здесь у нас есть несколько автоматов. Вот в этих автоматах вы можете купить какие-то ресурсы. Сейчас грин вам продемонстрирует на топливе. У магазинов есть свой лимит. То есть вы не можете там бесконечно ресурсы покупать. Также еще два находятся вот здесь. Также еще два вот здесь. Вот один, а вон еще два. Ну, а пока на этом все, ребят. Продолжение следует. В следующем видео мы покажем еще 7 дополнительных локаций, которые есть на этом сервере. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии, все комментарии я буду лайкать, на все комментарии я буду отвечать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok